Девушки отдыхают Это один из нюансов фильма Я видела спектакль По материалу И это очень тяжелые сцены Для актеров И я понимаю Почему могли отказываться Хотя я бы не отказалась Но меня не звали Но у нас сегодня есть чудесная возможность Пообщаться с актерами этого фильма И все у них выяснить Я бы шел встречать Давай А я пока хочу вам напомнить Что утро дома Можно, конечно же, посмотреть в соцсетях В фейсбуке, ютубе, инстаграме Можно увидеть все самое лучшее Все нюансы, все закулисье нашего шоу Ну и, конечно же, повторы лучших выпусков Лучших всяких моментов за неделю Смотрите на выходных Доброе утро Не успели замерзнуть? Не-не-не Все добрые Проходите, да Итак, здравствуйте Здравствуйте Хеллоу, хеллоу У нас в гостях сегодня Актриса Киевского театра Академического театра Драмы и комедии На левом берегу Марина Климова И актер Украинского Малого академического театра В Киеве Юрий Кулинич Это актеры фильма Погани Дорогой Марина номинирована За лучшую женскую роль В этом году На премии Золота Дзыга Юрий тоже номинирован Но Юрий уже получил приз За лучшую мужскую роль Премии кинокритиков Украины Кинокола Мы вас с этим поздравляем Спасибо Ну и, конечно же Первый вопрос У фильма Прокатная судьба очень тяжелая Потому что еще 1 апреля Мы могли увидеть этот фильм в кинотеатрах Я, например, дико ждала У меня подруга Зоя Барановская Снималась в этом фильме Моя любимая Но премьера перенеслась Аж вот на завтра На 20 мая Какие у вас Ощущения перед премьерой? Хотим еще раз ходить Посмотреть Уже более С холодным носом Ну, ведь чуть тяжелее Нареште уже Чекала, чекала премьеру И ось она Нареште Будет Первый раз смотрели Наверное, волновались, да? Настолько, что Первые 2 новеллы Прошли мимо меня Потому что Настолько волновалась? Первый раз я себя вижу На большом экране И Юра рядом сидит И я просто В прошлый раз ты дивишься Что там вышло Что не вышло И иногда ты бачишь Такий Треба было так Зробить, треба было так Зробить Ну, а потом же Другий раз дивишься Та не, нормально Все клево В принципе, довольный результатом? Классный Да, да, да Фильм классный Реально Будет классный фильм Мы знаем, что Многие актеры Отказывались там сниматься Оля сказала, что Оля сказала, что Была отмова Что, ну, комусь Ця история, вона неприятна Комусь, там, наприклад Я граю сепара Там, кто-то не хочет Грати сепара Можливо, сам текст Мы поняли про вашего персонажа Юрия Марина Я думаю, что может быть От того, что она Самая жестокая По количеству избиения Изнасилования Которое не случилось Да, по количеству матов То есть Может по этой причине Нормативная лексика Теж там присутня И, возможно, это тоже Причиной отмова Документы ваши? Документы Галина Сергеевна В смысле? Это моя жена Может, у вас есть документы И члены? Ты живой зовут? Володимир Как Путин Как батя Я сбила вашу курку У меня только карта А мы карта принимаем? Просто проверяю Любишь ты меня или нет? Надо ее после школы встретить Давай, у меня давно руки чешутся Малая, ты с нами? Пин же бухай Что мне будет? Целоваться будем? Я же тебе нравлюсь Смотри, не залетей Боя на землю! Вот как бы, не дай Боже, твоего попугайчика переехали. А как обычно бывает, мы знаем, да? Во-первых, мы репетировали, мы собирались, мы репетировали, мы ездили до Наталки, додому, и мы репетировали за фельджаночкой кавой. Тут кава-тисточка, а тут потом, ну что? Вы познакомились уже во время репетиции съемок или не знали? Доброго. Когда я увидела первый раз Юру, думаю, боже, какие добрые глаза. Он меня будет бить не сильно, он меня обидит. Ну, да, вряд ли. Вот такой добрый, прям, как началось? Вот, там такое понеслось, что я думаю, о, класс, вот мне страшно сейчас. Не от того, что он там хватал, кричал, а наоборот, как-то тихонечко, ну прям вообще я сразу, это моя любовь. Ну, я зрозумею, что это она, ну, это она, это той персонаж, и если ее затвердят, это будет круто. Съемки были очень сложными. У меня был самый сложный первый день, когда именно была первая часть избиения. Было много дублей, но у нас там был специальный человек, который там показывал, как это на меня одевали специальную такую штуку, что было не больно, да, там. Но все равно физически это было тяжело. Но все равно при этом был какой-то фидбэк очень приятный. Ну и даже комфортно было. Да, было все, потому что команда была очень интересная, заинтересована во всем там, и поэтому ощущение очень хорошее. А где снимали? Где-то на Дарнице там, и это и есть грязная лечебница, какая-то закинута там, в какой-то санаторий там. Он не работает, и мы там в этом санатории ее снимали. Там поваляли художники в эти стены с кафелью такого, савдеповского вообще. Такая была локация классная. Страшная, на самом деле, мы зашли. Ого! Классно! Слушайте, а вы для работы над ролями, вы как-то, вы интересовались вообще, что происходит? Как люди живут? Я читала истории девушек, которые попадали в плен, и они намного тяжелее, чем это показано в кино. Намного это все тяжелее. Для себя как-то думали название «Поганые дороги». Почему именно такое название? Ну, потому что война – это тоже шлях. Это шлях людей, отдельных людей, нашей страны шлях в этой войне. И в войне, ну, может быть, там прекрасные дороги. А ваша новелла, на сколько хронометраж ее? Минут 20-15. И сколько вы снимали 20 минут? Четыре дня. Четыре дня вашу историю снимали? Да, но там есть вещи, которые не попали. А, да. Да, там были какие-то... Ну, она фестивальная версия. Было, да? Есть и фестивальная версия, и кинотеатровая, да? Ну, как для фестиваля она больше, может быть, по хронометражу, а кинотеатр требует, да? Да-да-да, меньше. Можете для наших зрителей... Показать сцену какую-нибудь, да? Маленькую сценку избиения. Ну, такую. Ладно, буквально в двух словах сказать, почему стоит идти в кинотеатр на фильм «Поганые дороги». Бо это крутое украинское кино, и оно не залишит байдужим жодного глядача. Ну, это 100%. У кого-то это может быть эмоции бурхливые, негативные, у кого-то нет, но байдужим он не залишит никого. 100%. Вот это то кино, после которого ты можешь подумать и задать себе какие-то вопросы, на которые ты раньше, ну, не было возможности ответить или не задавал их себе. Понятно. Слушайте, ну, очень хочется пожелать вам правды. И вот этого просыпания знаменитыми на самом деле так должно быть. И это правильно. А я с занятости большой. Хочу бы больше и больше предложений занятости. Ну, и, конечно, хочется вас поздравить. Все-таки премьера состоится. Наконец-то мы все дождались. Желаем вам огромного успеха у публики, чтобы все были в восторге в любом смысле этого слова, чтобы это кино прям порвало. Мне кажется, надо сказать, вот как бабушкам, женщинам, которые будут смотреть. Это кино. Не надо это все переносить на актера. Не бил бы настоящего в жизни. Ну, как один разочек там. Вот это все изображало. Итак, у нас в гостях сегодня были актеры фильма «Наталки Ворожбит. Пугани дороги». Марина Климова, актриса Киевского академического театра драмы-комедии «На левом берегу». Спасибо. Анатолий Кулинич, актер Киевского малого драматического театра. Есть. Спасибо вам огромное. Спасибо. А, нет. Ты проведешь, ребят. Ты встречал, ты провожаешь. Хорошо. Да. Хорошо, так. Стоитов побачить, я. Спасибо. Ну что, все в кино? Срочно смотреть украинское кино. Хорошее украинское кино. Наконец-то. Ну, а «Утро дома» продолжается.